Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Западной Армении – столетие Великой войны. Министры обороны Армении и Казахстана обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Городской совет Лос-Анджелеса принял резолюцию о 30-й годовщине освободительного движения Арцаха. Дамаск имеет право на борьбу с США и их союзниками в Сирии. Дубар Афиан среди основателей американских передовых стартапов Forbes. 57 семей вернулись на родину. Судьба 1500-летнего моста в неопределенности. 23 ноября в 9 вечера в Милане по адресу 5.4 состоится конференция, на которой президент Национального собрания Западной Армении Армен Акабрамян выступит с лекцией Западной Армении столетия Великой войны. В Астане прошла встреча исполняющего обязанности министра обороны Армении Давида Тонаяна и министра обороны Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева. Об этом Армен Пресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Минобороны Армении. Встреча состоялась в рамках совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности. В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны обоюдно подчеркнули необходимость расширения сотрудничества. Стороны отметили также высокий уровень сотрудничества двух государств в сфере обороны, совместное активное участие подразделений вооруженных сил в мероприятиях как в форматах ОДКБ и СНГ, так и в рамках международных армейских игр. Главы оборонных ведомств выразили готовность продолжить контакты в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Городской совет Лос-Анджелеса принял резолюцию по случаю 30-й годовщины освободительного движения Арцаха. Об этом новости Армении News AM сообщили в пресс-службе МИД Арцаха. Принимая во внимание, что город Лос-Анджелес гордостью признает 30-ю годовщину освободительного движения Арцаха, принимая во внимание, что 30 лет назад, в феврале 1988 года, народ Арцаха выступал за самоопределение свободы и демократию перед лицом тирании, что от Степанакерта до Еревана люди выходили на митинги в защиту свободы и суверенитета против нетерпимости и иностранного господства, принимая во внимание, что Республика Арцах провозгласила свою независимость на референдуме, проведенном 10 декабря 1991 года, получив одобрение подавляющего большинства населения, что на протяжении последних трех десятилетий народ Республики Арцах проявлял стойкость и непоколебимость перед лицом войны, массовых убийств, экономических лишений и других серьезных испытаний, принимая во внимание, что Республика Арцах остается преданной своим гражданам, сохраняя независимость и в то же время прикладывая усилия для развития Кавказского региона и установления стабильности в нем, а также проводя свободные и справедливые выборы и референдумы, которые признаны примером для региона. Принимая во внимание, что официальным решением городского совета от 10 сентября 2013 года Лос-Анджелес признал суверенитет Республики Арцах и призвал правительство Соединенных Штатов и международное сообщество последовать этому, постановляет, что принятием данной резолюции город Лос-Анджелес поздравляет Республику Арцах и ее граждан с 30-й годовщиной освободительного движения Арцаха, признает самоотверженность, решимость и стойкость, проявленные народом Республики Арцах в крайне тяжелых условиях и объявляет 10 декабря 1991 года днем Арцаха в городе Лос-Анджелес. Постанавливает далее, что город Лос-Анджелес выражает Республике Арцах и ее гражданам свои наилучшие пожелания мира, процветания и дальнейших успехов, а также призывает международное сообщество полностью признать Республику Арцах как свободное, независимое и суверенное государство. Сирийская Арабская Республика имеет полное право бороться с военным присутствием США и их союзников на своей территории всеми возможными методами и средствами. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель политического управления армии Сирии Хасан Ахмад Хасан. «Единственно законным является лишь российское военное присутствие, а также присутствие иранских сил и сил национального сопротивления Ливана, которые пришли в страну и находятся на территории сирийского государства на основании его просьбы. Любые другие формы военного присутствия, будь то турецкая, американская, британская, французская, немецкая, либо стран Персидского залива, любые другие формы военного присутствия, дислоцирование вооруженных сил являются незаконными», подчеркнул Хасан. Таким образом, как утверждает генерал Вооруженной силы Сирии, имеет полное право на защиту своей территории от иностранных войск всеми возможными способами и средствами. Журнал Forbes опубликовал статью, в которой затронул тему прибыльных стартапов США, основателями которых были иностранные студенты. Эти компании оцениваются в миллиарды или больше. Одним из таких студентов был Нубар Афиан, потомок выживших в геноциде против армян. Родившийся в Байруте, затем переехавший в Монреаль, Афиан продолжил свое образование в Соединенных Штатах. Он в Массачусетском технологическом институте получил PhD по биохимии. По окончании программы он основал PerCaptive BioSystems. Затем в 1999 году он основал Flagship Ventures, теперь Flagship Pioneering, целью которого является развитие новых компаний. Нубару Афиану уже удалось создать более 38 компаний и имеет он более 100 официальных лицензий. Одна из компаний, основанная Афианом, это Медерна, которая основалась в 2009 году. Эта компания, работающая в Кембридже, штат Массачусетс, в настоящее время оценивается в 7 миллиардов долларов и имеет 645 сотрудников. Граждане, которые покинули деревни Кайлар и Сарбудак в районе Баламера-Дерсима, возвращаются обратно. Живя в разных частях Западной Армении, Америки и Европы с помощью своих ассоциаций купили землю для строительства домов. 57 сельских жителей с разными профессиями изучили земельные участки, купили их, теперь там должно начаться строительство. Судьба моста, найденная в Трапзоне, остается неопределенной. Никаких шагов по восстановлению моста, найденного в коммерческом районе XIX века, не предпринималось. Председатель Совета по сохранению наследия Трапзона Йошкун Эрош сказал, что власти считают, что это историческое учреждение не является мостом. Президент профсоюза добавил, что они подали заявки на восстановление моста. До сих пор сохранилось упоминание о путешествиях армянского священника, посетившего Трапзон в 1810 году. Священник в дневнике описывал мост и здание напротив стены Мумхана. «Мы просили сохранить культурные ценности Трапзона, но, к сожалению, не ответили, что открытие – это не мост, а разлом. На вопрос, когда появился разлом, они отвечают, вероятно, сто лет назад», – сказал лидер профсоюза. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акунг Асгабря Кангамы. «Музыка» «Музыка» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова